Ничего нет. Андрей Федорович, этот товарищ к вам. Я вам больше не нужен? Нет, спасибо. Андрей Федорович, садитесь, пожалуйста. В чем, собственно, дело? Что-нибудь случилось? Меня зовут Игорь Васильевич Колыванов. Я следователь по особо важным делам у КГБ по Москве и Московской области. Сергей Иванович Фомин, старший лейтенант. У нас в управлении на стажировке. Ну вот, будем считать, знакомство состоялось с нашей стороны. Теперь о вас. Корнеев Андрей Федорович. 1949 год рождения. Место рождения город Москва. Родился в семье военнослужащего. Отец с семьей не проживал. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы послушали свою биографию. Я ее знаю. Хорошо. Тогда тут еще один фрагмент, очень короткий. В 1969 году, будучи студентом Госуниверситета, привлекался в качестве сначала обвиняемого, а впоследствии в качестве свидетеля по делу об антисоветской организации среди студентов Госуниверситета. Созданной с целью изготовления и распространения сведений антисоветского характера и передачи этих сведений за границу западным спецслужбам. Во время следствия выразил готовность помогать КГБ в борьбе с врагами советской власти, о чем дал соответствующую подписку. Присвоен агентурный псевдоним Кудряшов. Пожалуйста. Что же вы молчите, Андрей Федорович? Пожалуйста. Что вы от меня хотите? Мы хотим от вас, Андрей Федорович, только одного. Чтобы вы поняли, что советская власть пока что есть, существует. И у нее, соответственно, есть враги. Мы все эти годы внимательно наблюдали за вами. Помогали, когда это было необходимо. И когда после университета вас хотели направить в областную Архангельскую газету, именно мы уставали ваше распределение в труд. И тогда, когда решались вопросы о ваших заграничных командировках, документы ведь в таких случаях всегда в первую очередь к нам поступают. Мы всегда эти вопросы решали положительно. Мы вам верили. И вот, посмотрите. Здесь и Италия. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, 14 поездок на разные сроки. И США, и Франция, и Индонезия. Почти полмира. Вот. В 1974 году вы незаконно провезли валюту. Мы это знали, но никаких мер не приняли. Потому что понимаем прекрасно все проблемы советского человека за границей. И же не кое-что надо привезти и знакомым, и родственникам. Были за вами другие правонарушения, но, опять же, с нашей стороны на все это закрывались глаза. Потому что подписывая эту бумагу, не только выбрали на себя определенные обязательства, но и комитет, как вам это не покажется странным, взял на себя обязательство опекать вас. И, как мне лично кажется, мы свое обязательство выполнили. Я уж не говорю о том, что когда вы захотели перейти на телевидение, организацию, находящуюся под нашим особым контролем, только благодаря нашим рекомендациям. Вас не только взяли сюда, но и дали работу в одной из самых престижных редакций. Так что, в некотором смысле, ну, то есть, ни в коем случае, не умоляя вашего таланта и, так сказать, хватки журналистской, мы тоже ваши, если так можно выразиться, создатели, что ли. Ну, это, конечно, только в некотором смысле. Потому что, как вы понимаете, если человек бездарен, то тут никакое КГБ ему не поможет. Теперь же, как нам кажется, пришло время долги отдавать. Я не хотел бы, чтобы у вас возникло чувство одиночества. У нас миллионы помощников, оказывающих нам действенную помощь в нашей работе. Так как же, Андрей Федорович? Я вас ненавижу. Да. Ну, так ведь и мы вас не очень любим. Я вот, например, никогда на своих товарищей показаний не давал и доносов не писал. Но мы не в ЗАГСе в конце-то концов. Минуточку. Я хочу получить ответ еще на один вопрос. Вы этого человека знаете? Да. Мы его снимали. Вернее, его труп. А живым мы с ним не встречались. Нет.